Приветствую вас. Во-первых, Галина, первое, что хочется вас спросить, это то, что служит основанием для вашего позволения себя практически в прямом смысле насиловать. То есть, занимаясь сексом без удовольствия, вы по сути позволяете себя насиловать. Такое вот добровольное изнасилование получается каждый раз, когда вы занимаетесь сексом без удовольствия, ни хотя не желает. Второе. Очевидно, у вас есть чувство вины перед мужчиной за то, что якобы он почувствует себя отделенным, если я не буду с ним заниматься сексом. Ну, чувство вины перед ним и ответственность за него, которую вы на себя берете, ну, не является показателем любви никак. Вот. Но является показателем ваших внутренних конфликтов, внутренних конфликтов совершенно точно. Дальше. Для женщины сексуальное возбуждение и, собственно говоря, желание имеет более психологическую природу, чем для мышины, как вы же могли заметить сами. И во многом зависит от того, насколько мужчина соответствует тому мужскому образу в голове женщины, который у нее есть. То есть, если, к примеру, женщина хочет чувствовать себя с мужчиной, как за каменной стеной, это я, к примеру, и именно такой мужчина ее, как бы, привлекает, восхищает и так далее, то логично, что она будет именно такого мужчину хотеть. И, соответственно, именно от взаимодействия с таким мужчиной испытывать возбуждение и, соответственно, получать удовольствие. В вашем случае есть такое чувство, что мужчина, во-первых, не соответствует образу, во-вторых, вы не чувствуете себя с мужчиной-женщиной, то есть, вы не находитесь на своей женской позиции, которая, ну, которая вам видится для себя самой. И есть ощущение, что мужчина, он, ну, как минимум, как бы так сказать, вот, ну, есть ощущение, что мужчина, вот, как будто бы не уверен в себе рядом с вами, то есть, как будто бы мужчину вы выбрали такого неуверенного в себе, который, ну, недостаточно сильный, может быть, для вас или что-то еще. Я могу ошибаться. И если я ошибаюсь, то в таком случае вы говорите, что с недавнего времени стали замечать. То есть, ну, если вы с недавнего времени стали замечать, давайте подумаем, что произошло, что произошло. Ведь сексуальное желание, получается, раньше было, а теперь его нет, теперь его нет. Значит, что-то это желание подавило. Ну, давайте мы с вами кратки и подумаем. А что конкретно это подавило? Что конкретно подавило ваше желание? Потому что это важный момент, очень важный момент. Быть может, мужчина сделал что-то. Быть может, был конфликт какой-то между вами. Быть может, еще какие-то проблемы были, ну, какие, я не знаю, но были. Нужно разобраться. Разобраться. Но самое главное, самое главное, это то, с чем работать нужно уже сейчас. То есть, с тем, что вы недостаточно себя цените, то есть, обесцениваете себя. Занимаясь сексом без удовольствия, то есть, по сути, позволяя себя в прямом смысле этого слова использовать, делать, что вы должны, хотя секс – это удовольствие. Если вы делаете это, потому что должны, то вы не получаете удовольствие. Раз вы не получаете удовольствие, значит, вы относитесь к себе и не с любовью. Это первое, да, то есть, по причинам, по которым вы себя обесцениваете. Второе – это чувство вины перед мужчиной и, значит, взятие за него личной ответственности. Ну, вот, если предположить, что мужчина что-то сделал, если предположить, что именно какие-то события, какие-то поступки мужчины отбили у вас сексуальное желание, то занимаясь этим сексом, вы не сподвинете его на то, чтобы он как-то изменился, тем самым вызвав у вас это самое сексуальное желание и, тем самым, приведя вас к тому, что вы перестанете заниматься сексом, потому что должны быть. То есть, возникает такое ощущение, что вы не хотите позитивных изменений в своих отношениях. Вы их не хотите, вы их избегаете. То есть, есть ощущение, что вы считаете, что недостойны получаете удовольствие, секс – это вот такая глубинная мысль, которая вам может показаться, на первый взгляд, абсурдной, но которой я хотел бы, чтобы вы, ну, как минимум, присмотрелись. Какой здесь идеальный вариант? Чтобы вы вдвоем обратились на консультацию, чтобы вы вдвоем отсидели проблему вместе с психологом, чтобы были выявлены как ваши проблемы, так и проблемы молодого человека, и чтобы с каждым из вас была начата и проведена определенная работа. Чтобы вами, чтобы с каждым из нас была проведена определенная работа. В первую очередь с собой, во вторую – по отношению к партнерам. Партнерские отношения – это работа, и они требуют иногда вмешательства специалистов. Потому что люди сами, сами, бессознательно, как вы, делая определенные вещи, усугубляют, портят и разрушают отношения. К примеру, у вас в результате такого поведения через какое-то время начнет появляться недовольство, которое вы будете выражать мужчине. А мужчина не будет понимать, что он делал не так, потому что все же нормально. Понимаете? То есть неумение говорить о своих чувствах, неумение выражать свои эмоции, страх, стыд, опасение этого, приводит к тому, что отношения разрушаются. Если вы действительно любите своего молодого человека, вам нужно понимать, что любите его адекватно, вы можете только любя себя. Вы не проявляете любви к себе, занимаясь сексом без удовольствия, значит, вы не можете адекватно любить его. А раз так, то ваши отношения будут развиваться по деструктивной модели, что в итоге прибудет либо к болезненности, либо к скандалам, либо к расставанию. Вы можете это предотвратить. Но начать нужно прямо сейчас. Прямо сейчас начинайте открыто заявлять о своих чувствах и желаниях. Поговорите с мужчиной, скажите ему, что без обвинения, даже если вы знаете, какие действия привели к этому, ему о конкретных действиях говорить не нужно сразу. Просто скажите, что, дорогой, любимый, вот с недавнего времени я перестал чувствовать сексуальное желание. Не нужно говорить, что перестал захотеть тебя, а просто перестал чувствовать сексуальное желание. Тревожность может быть у меня какая или что-то еще. То есть, концентрируйте проблему на себе, потому что от счастья это правда, это ваши проблемы. И дальше уже смотрите на реакцию мужчины. Если человек вас любит, он обязательно все это сделает. Он обязательно идет на насчет этого права, просто спрашивает, кто-то меня, кто-то меня. И вы сможете ему рассказать. Так же спокойно, так же ненавесиво, так же аккуратно, так же деликатно, вездиво и не задевая самолюбие мужчину, которая, к сожалению, легко задет. Кто знает, может быть проблема разрушится сама. Но если нет, вы знаете, в каком направлении вам работать. Скажу честно, что обесценивание себя и чувство вины, а так же взятие чужой ответственности на себя, является системным поведением, системным паттерном поведения. И даже если с молодым человеком вы о чем-то поговорите, что это выясните, и у вас даже сексуальное желание появится, эти вещи сами по себе не исправятся. Они просто начнут проявляться в чем-то еще. Вот. Кстати, одной из основных причин, почему женщина перестает хотеть мужчину, заключается в том, что мужчина ведет себя с ней как ребенок, а с детьми, как известно, не спят. Вот. Поэтому, стоит подумать о том, как ведет себя по отношению к своему мужчине. Нет ли чего-то родительского в вашем к нему поведении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.